Когда настроение хорошее, у меня все в цветах. Есть какой-то очень отзывчивый человек, и она сама будет помогать наставнику. Благотворительный фонд «Это чудо» при поддержке Министерства образования Кировской области представляют социальный телепроект «Мой новый друг». Начало самостоятельной жизни каждого молодого человека, юноши или девушки – особый этап, связанный с решением задач разной степени трудности. Для выпускников школ, интернатов и детских домов этот период труден и сложен вдвойне. От того, кто окружает ребенка в этот период, какую поддержку оказывает, зависит успешность его самостоятельной жизни. Самая первая моя работа была, это когда я еще училась только. Ну, училась сначала на ткани, потом вот делала вот такую картину. В семье Промысловых Олеся – главное по красоте. Фамилии семьям в интернате выбирают по талантам детей. Это, как можно догадаться, известно в школе своими рукодельницами. У нас была семья мастер в том году, и надо было приготовить какую-нибудь скатерть. Я вот сделала это и первое место по скатертам заняла. Как бы всем понравилось. Необычные красоты скатерти. Покрывало для комнат, костюмы для театра мод и картины. Очень тонкой работы, из шелковых ленточек, бисера, вышитых крестиком. Олесину труды в интернате можно найти на каждом этаже. Многие она даже не помнит, где храняться. Олеся живет здесь со второго класса и шить, вышивать принялась почти сразу. Теперь даже дает мастер-классы. Самое любимое – это вот это. Я ее делала тоже на семью мастер на тот же год. Надо было ее сделать для мастер-класса и для семьи. Мастер-класс вроде бы все у нас и зам был, и еще кто-то был тоже, учились у нас. Вроде бы все уходили и говорили спасибо. Олеся очень стесняется, когда ее хвалят. Случается это часто, но ей всегда почему-то становится неловко. Она рада, что ее творчество может кого-то радовать и счастлива от того, что умеет делать это красиво. Когда настроение хорошее, у меня все в цветах. Когда нет настроения, так, чуть-чуть, мрачновато. Если фантазия работает, то пытаюсь своими руками и головой думать. Так, если ничего не думается, в интернете беру и что-то, может, свое добавлю. Вот и сейчас в это объемное сердце, которое подсмотрела в интернете, она решила добавить нежных цветов. Это подарок на день рождения для хороших друзей семьи промысловых. Делать доверили именно Олесе. В интернете была одна коробочка. Я вот еще посмотрела, там, это, думаю, цветы добавить, там еще крышку добавила. Сейчас у Олеси очень ответственный момент. Она готовится к выпускным экзаменам. Олеся заканчивает девятый класс и потом будет поступать в колледж. Решила, что будет учиться на ландшафтного дизайнера, а потом получать высшее образование по швейному делу. Страшновато думать все время о том, что вдруг у меня там не получится, вдруг экзамен, не знаю, не поступлю. Например, думаю, вот очень часто думаю, вот подружусь ли я с теми ребятами, которые там будут в будущем меня окружать. Хорошая ли у меня компания будет. В интернате у Олеси очень много друзей. Говорят, что за ней, как за каменной стеной. Не предаст, поддержит, будет рядом. При этом она настолько скромна, что, отмечая недавно свой день рождения, так и не смогла попросить что-то в подарок. Хотя в интернате есть такая традиция. Меня спрашивали, я говорю, не знаю, из-за скромности. Шинство из-за скромности. Просто просить, мне кажется, чего-то, ну, не знаю, это как-то не по моей. Что хотела бы получить на свое 16-летие, Олеся не сказала и нам. Говорит, что сейчас главное желание – успешно сдать экзамены и поступить в колледж. Все остальное она обязательно заслужит своим трудом. Верю в нее, у нее все получится, она стремится к своей цели, всегда достигнет она ее. Есть какой-то очень отзывчивый человек, и она сама будет помогать наставнику, также по любой просьбе. Ей нужно немножечко где-то подсказать что-то, где-то дать уверенности, что все, да, у нее получится. Значит, это какой-то советом помочь ей. Она стояла на такой полке, и этот аквариум тут стоял, и там у Даши еще книжки были, и просто проходили, и вот так делали. Как будто это огонь, и ее все время говорят – борись уха, борись. Вот я решила назвать ее ухо. После выпускного ей тяжело будет прощаться и с любимой рыбкой ухой, и с друзьями, и воспитателями. Олеся решила, что обязательно будет всех навещать, чтобы рассказывать о своих успехах и помогать по мере сил, потому что здесь ее дом. Ее здесь любят и всегда ждут. Но до выпускного у нее еще есть время, а значит, надежда найти друга, который так же, как она, будет любить цветы, искусство и людей. Мне важно, чтобы у меня была опора. Наставник мне больше всего понадобится словом добрым и помощью моей творческой деятельности. Другом и наставником выпускников школы-интерната номер один можете стать вы. Звоните 20-68-68 или 42-36-52, или заполните анкету на сайте www.наставник43.ru. Специалисты полностью вас обучат, сопроводят и помогут подобрать воспитанника. Для создания видеоанкет и для обучения наставников нам необходима финансовая поддержка. Помочь проекту можно, отправив смс со словом «наставник» на короткий номер 3434. Стоимость смс 50 рублей.